Ребят, всем привет! С вами Ярослава Награмакина. Приближается 9 мая. Я решила порадовать свою бабушку. Она вдова ветерана Великодечественной войны, вашевка Михаила Анисимовича. Я решила подарить ей такой подарок. Это нумизматическая медаль 75-летию Победы. В канун Победы мы всегда достаем китель с орденами, с медалями моего дедушки. И я думаю, что будет приятно получить такой подарок. Давайте посмотрим, как он выглядит. Вот пришла такая упаковочка. Легенды нашей Победы. Тут вот задник можно посмотреть. Медали. Что тут? Российская Федерация, 2020 год. Ну и давайте поехали по порядку. Что у нас здесь есть? Так, открываем. Открываем, смотрим. У нас здесь есть императорский монетный двор. Так, уважаемая Ярославна Сергеевна. Значит, тут благодарность за то, что приобрели эту нумизматическую медаль. Вот, предлагают купить еще одну за... Получается, за 1490. Это легенды нашей Победы. Вот такая она, покрытая по золоту. Еще одна медаль. Вставай, страна огромная. Вот сзади тоже Российская Федерация, 2020. Да. Здесь у нас мы видим счет. Здесь видим опись того, что вложено было в конверт. Сама медаль. Почтовая карточка. Квитанция на оплату. Папка-блистер. Внешний конверт. Упаковка-отправка-скидка. Так, вообще сама медаль как будто бы бесплатная. Но мы платим только за упаковку и отправку 299 рублей. Грубо говоря, 300 рублей. И вот такая нумизматическая медаль пополнит вашу коллекцию. Легенды нашей Победы. Вот такая медаль, смотрите, за 14 990 рублей. Она золотая. В 14-кратном золоте. В 14-кратном каратном золоте. Легенды нашей Победы. Строго ограниченный выпуск. Ну, очень, конечно, шикарный, роскошный подарок. Какого-то есть. Вот, можете, в принципе, приобрести. Так, вот смотрите, сама медаль. Вот такая она. Она была, ну, и по золоте я взяла обычную. Серебряную. 75 лет Великой Победы указано. Она, значит... Ой, пардон, не могу никак словить. 1945-2020. Вот. Ну, и давайте посмотрим, что нам предлагают почитать. Да, Великая Отечественная война. Самое великое, самое трагическое событие современной истории России. Летопись беспримерного мужества и самоотверженности. Значит, небольшая тут такая сводка идет. Известный кадр времен. Это была борьба на пределе, противостояние, в котором от каждого требовалось сделать все возможное и невозможное. На самом деле, я считаю, что это так, и вечная память нашим героям. Также тут приводятся, значит, некоторые интересные факты о войне. «Вставая страна огромная». Песня на стихи поэта Лебедева Кумача, которая стала гимном Великой Отечественной войне. Композитор Александров написал ее всего за одну ночь, сразу после объявления нападения Германии. Так, вот к ней, значит, можно купить такую медаль. «Ни шагу назад. Сталинградская битва. Самое ожесточенное и кровопролитное сражение в мировой истории». Кстати, я помню, вот тоже был флешмоб не так давно, 75-летие мне казалось, тоже. «Танк победы Т-34». Ну, это кто играет, наверное, в World of Tanks, как я в свое время на нем ездил. По-моему, что-то не в самом начале давали. «Танк победы Т-34. Легендарный танк победы. Прошедший всю войну. Детящий гениального Михаила Кошкина. Огневая мощь, защита и подвижность». «Голос победы». Ну, я думаю, что вообще все знают, кто такой Юрий Левитан. «Голос эпохи». Я, конечно, не смогу так повторить. «Голос войны. Голос победы. Официальный голос Кремля». Я точно не могу сказать, но, кажется, по-моему, лично Гитлер обещал награду того, кто лишит жизни, да, Левитана. «Знамя победы над Рейхстагом». «Знамя победы» – это государственная реликвия России. Официальный символ победы советского народа над фашистской Германией. Так, вот тоже, значит, такая медаль есть. С задней стороны мы видим фотографии. «Мы победили». Сборка танка Т-34. Военные сводки. Солдаты уходят на фронт. Победы в Сталинградской битве. И с нами победы над Рейхстагом. В общем, вот такой подарок, медаль. Я надеюсь, он понравится бабушке. Радуйте своих близких. Здоровья вам и мирного неба над головой. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова